Дорогие друзья, давайте внимательно послушаем. Я хотел обратить внимание вот на что. Вот смотрите, когда Иисус Христос рассказывал притчи, разные истории, как Он говорил, как Он называл вот вообще своих последователей. Помните, один человек, он вышел нанимать... Кого он вышел нанимать? Работников, правда? И вот, когда мы смотрим, то все прообразы, которые даны нам для... Ну, как бы для нас, они выглядят следующим образом. Кто-то является работником, кто-то является... Кто-то получил таланты, их надо пустить, опять-таки, может, какой-то бизнесмен, да? Пустить эти таланты в правильное русло. А есть те, о которых Иисус Христос говорит особенно, как-то обращает внимание. Помните, на одних Он говорит, добрый и верный раб, а на как на других говорят? Злой, как? Ленивый. Значит, с одной стороны, одни есть и другие есть. И вот я хотел обратить внимание на то, что Бог призвал нас, и призвал нас не просто для того, чтобы мы были верующими. Это хорошо, это правильно. Но призвание, которое Бог дал нам, это служить Ему. У Бога нету безработных. У Бога нету безработных. Прочитайте все притчи, послушайте все истории. Бог каждому поручает свое дело. Каждый должен прожить свою жизнь для славы Божьей. Мы не можем просто зарыть свою жизнь, закопать ее, а потом сказать, вот тебе твое. Помните, Иисус Христос сказал, кто сбережет душу свою, тот погубит ее. А кто душу свою погубит ради меня, и царствие моего, тот обретет ее. Мое пожелание сегодня для всех тех, которые приняли крещение, дорогие братья, ваша жизнь с этого момента – это служение. Это служение Иисусу Христу. Каждый день, каждая минута – это служение Иисусу Христу. Я хотел бы напомнить для всех тех, кто уже многие годы является членами церкви, кто ходит в церковь, братья и сестры. Наша жизнь – это служение Иисусу Христу. Мы будем отвечать перед Богом за наше время, которое мы провели, насколько много мы провели в молитве, насколько много мы были внимательны к Слову Божьему, насколько много мы друг друга наставляли или искали тех людей, которые в руки в Бог. Насколько часто мы постили, или вообще, может быть, не постили, а тех, которые не знают Бога, ушли, отпали. Наша жизнь – это служение. И мое пожелание прежде всего для себя, а также и для каждого из нас, чтобы наша жизнь каждый день была служением Иисусу Христу. Он сказал, едим ли, или пьем, или что-нибудь другое делаем. Все делаем для чего? Для славы Божьей. Вся наша жизнь пусть будет для славы Божьей. Вся ваша жизнь, дорогие друзья, пусть будет для Божьей славы.